доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и очередное видео гневное видео я бы так сказал так бы я назвал это видео это видео у меня будет вызывать наверно в дальнейшем только гнев и хочу чтобы вы тоже испытали этот самый гнев мы сейчас с вами находимся на странице википедии на странице замечательно общем-то ученого исследователя ганса юргена айзинга родился вы видите когда он шестнадцатом году умер в девяносто седьмом британский ученый психолог начал он заниматься психологией великобритании до этого был очень не знаю насколько очень но тем не менее популярным астрологом в германии значит активность его молодая юность прошла в германии писал он астрологические прогнозы отправлял их канцелярию адольфа гитлера и соответственно потом эмигрировали его родители он был молодым человеком эмигрировали перед второй мировой войны германию там он работал учился сначала в дальнейшем значит поступил на факультет психологии был вынужден это сделать после войны он работал в некоторых госпиталях работал с психически больными людьми то есть как правило это были солдаты и так далее так далее так далее эта информация в общем то известно я тоже с ней когда-то знакомился лет 20 назад когда только начал этим всем заниматься в институте наверное впервые услышал о тестах айзинга очень хорошо он себя проявил в плане исследования интроверсии экстраверсии вернее так если я не ошибаюсь по памяти вспоминаю история такова что он работал сначала как наверное большинство специалистов того времени то есть где-то середины 20 века в области психодинамического направления психологии понятно откуда растут ноги это фрейд фройд значит ганс юнг и соответственно из этого всего он собственно и вырос модифицировал несколько подход и соответственно вел вернее ну если так можно выразиться устаканил упорядочил термины интроверсия у него очень интересная теория интроверсия экстраверсия ввел их в обиход в более практичном смысле у него несколько тестов разработаны по этому поводу в принципе в отечественной науки считается что они достаточно надежные валидные относительно не не очень небольшое доверие но тем не менее работают люди ими я готов это принять принять эту точку зрения лет 20-25 назад я сам впервые познакомился с его работами у меня присутствует лаборатории его тесты направленная на интроверсию исследование интроверсии экстраверсии и пи и соответственно тест и p2 то есть ганса и сибиллы айзинг его супруга тоже занималась некоторым смысле психологии да это я готов признать понять и соответственно далее это вот первая часть моего вступления вот такой интересный человек вы видите и вот его фотография действительно хороший ученый занимался исследованиями неврозов здоровых людей сравнивал больных и здоровых людей после второй мировой войны британских солдат и так далее и так далее и так далее интересная теория но это видео не совсем о гансе юргене айзинге это видео более практично в каком смысле буквально на прошлой неделе вот у нас сегодня если я не ошибаюсь вторник соответственно прошлой неделе случилась такая интересная история у меня супруга инженер на крупном промышленном предприятии работает значит и у нее есть подруга хорошая ну то есть они вместе работают и ее подруге значит необходимо было значит ее предприятие направила ее на тестирование то есть не обследование это все называлось у них а тестирование и вот значит приходит ко мне значит супруга жена и говорит слушай говорит значит ольга знает что ты значит занимаешься психологией меня вот направляют на тестирование наше предприятие хотят у них видимо отсеять какую-то часть персонала оптимизировать уволить сократить но идет некий отбор борьба так за выживание и вот ольга значит ее подруга говорит будь добра поговори с мужем пускай мне чуть расскажет по этому поводу я грунт что я могу рассказать но я знаю все эти методики значит ну давай вроде приходи поговорим мы пришли с ней я ее знаю хорошо вместе шашлыки жарили как-то на рыбалку ездили с ее мужем знаком то есть вот с этой ольгой мы значит давай разговаривать я и рассказываю о том что существует в российской федерации в россии три методики первая методика это тест векслера клиническая методика которая используется в психиатрической клинике и требуется врачами и психиатрами для постановки диагнозов на то есть клинических диагнозов и соответственно основной этот тест векслера и благо он надежен валиден очень долго его проводить порядка час 10 час двадцать он невозможно его компьютеризировать и так далее и тому подобные вещи рассказывают и ольги и подруги супруги значит и соответственно второй тест которым можно пользоваться в российской федерации это тест прогрессивной матрицы равена тоже рассказал показал ей тесты векслера показал и равена показал гору можно компьютеризировать он у нас есть она его прошла значит и еще есть говорю один тест это краткий отборочный тест он собственно не является тестом интеллекта но используется в промышленной психзиологии и очень хорошо неплохо адаптирован для российской популяции краткий отборочный тест код так называемый но говорю значит вот считай раз два три всего существует три нет ни больше ни меньше ничем другим пользоваться нельзя значит а да я еще предысторию немножко назад откачусь значит ольге сказали что там будет ее коллеги уже проходили это и сказали что это какой-то тест интеллекта какие-то вопросы там еще мы будут задавать и анкетирование то есть обследование для подруги жены будет состоять из теста интеллекта и еще каких-то там анкет ну хорошо я грино вот тебе могут если профессионалы могут дать значит такие вот тесты в экслер равен или краткий отборочный тест берем вот возьми мы визитку значит дайте им коллегам интересно да то есть пообщаться и общительный человек значит пообщаться может быть они проявят интерес и мы соответственно спишемся пообщаемся по результатам твоего теста как ты его придешь ольге то я объясняю ну хорошо значит взяла на мою визитку пошла к этим психологом через день и тот на прошлой неделе все происходило прошла тестирование нас в этот же день вечером значит зашла в гости и мы с ней давай разговаривать значит разговариваем ну и соответственно мой первый вопрос понятно это что же был за тест интеллекта я так думаю ну в экслер равен код значит и оказывается значит предприятие она значит наняло не психологов вот где предприятие где она проходила это тестирование где она работает не психологов а так называемых айчаров айчары и так они сами себя называют айчары human ресурсерс специалисты то есть специалисты по подбору персонала его мониторинга и так далее ну во первых ольга меня ошарашила тем что сказала что эти специалисты которые проводили это обследование это не специалисты психологи то есть они сами она подошла по моей просьбе ним поговорила после того как прошла тестирование задала вопрос как можно узнать результаты тестирования ну как обычно это бывает знаете интересуются люди тревожатся по этому поводу а как у меня все ли в порядке с интеллектом значит она подошла вручила мою визитку поговорила как узнать результаты и так далее и так далее и так далее и так далее и я к своему глубочайшему удивлению и гневу с чего я собственно начал обнаружил что ольга она проходила тест айзинга это 40 вопросов дается время 30 минут на все это дело и соответственно я 25 лет занимаюсь психологии медицинской психологии психофизиологии промышленной и я в гневе от того что еще до моего рождения этот тест тест айзинга структура интеллекта айзинга был признан неработоспособным для российской популяции он не адаптирован для русских людей нет вру он был признан еще в 50 60-е годы этот тест тест интеллекта айзинга был признан невалидным ненадежным для российской популяции не адаптированным для нее проводились серьезные исследования на уровне академиков ученых высокостоящих соответственно они доказали что многие вопросы теста айкью интеллекта айзинга они не подходят для нашей популяции так же как какие-то числовые значения но с числами там получше а вот вопросы они не адаптированы не переведены не проверены на свою надежность как вы видите я переключил страницу моего компьютера с ганса юргена айзинга к нему никаких претензий нет а есть претензии к тому как это все реализовано в российской федерации я открыл ту же самую википедию посвященную тесту интеллекта айкью айзинга наверное в своих предыдущих видео я уже говорил об этом неоднократно смысл в том что айкью является устаревшим термином устаревшим понятием как ни странно мое твердое убеждение и не только мое ряда моих коллег айкью под счет вы расчет айкью является не правомочным не не научным методом что имеется в виду какой бы эффективный тест не был будь то тест векслера будь то равена айзинга и так далее их результаты которые мы получаем по их по результатам этих тестов они очень спорны качественные методики отечественные пато психологические классификации исключения предметов простые аналогии ассоциативные эксперименты ряд других методик порядка и 20 там они дают более глубокую информацию о человеке о его структуре не интеллекта вообще интеллект как таковой в нормальных странах нормальных ученых это вообще как сейчас выражается молодежь зашквар да то есть интеллекта как такового не существует не существует существует качество мыслительной деятельности людей которые диагностируются быстрее лучше и с практически 99 процентной надежностью такими методиками как классификации исключения предметов и так далее ну вы все знаете наверное кто следит за моим каналом видели мои тесты мои обзоры посвященным пробам и методикам патопсихологии Блюму Вольфовну Зигарник Сусанна Яковлевна Урбенштейн и так далее и так далее и так далее мало того что пользоваться можно в российской популяции только тремя методиками тестами интеллекта которые хотя бы адаптированы и надежны они действительно что-то выявляют и показывают в плане коэффициента интеллекта пользоваться тестом айзинга который не адаптирован нельзя ни в коем случае это не работоспособный тест я могу признать какие-то моменты EP айзинга исследования его и работы и тесты в плане структуры личности человека интроверсии экстраверсии нейротизма психотизма но я абсолютно не признаю отвергаю всяческие попытки различных организаций еще кого-то проводить какие-то тестирования с помощью теста айзинга он невалиден и ненадежен он не адаптирован для российской популяции ну и делать какие-то выводы обобщенные по нему ни в коем случае нельзя ну вот это собственно когда это все узнал я значит Ольга вот моя знакомая коллега мои супруги пришла мне все это рассказала у меня значит масса гнева вот люди используют значит предприятие платит за это за эти услуги этим психологиням даже не психологиням а айчарам которые не имеют психологического образования и вот они значит там более сотни человек как рассказала Ольга подверглись вот этим значит этому тестированию на этом предприятии но то что оно проводится это огромный плюс тут спорить нельзя такое дело надо проводить но надо это делать профессионально во первых это должны быть квалифицированные специалисты на предприятии по меньшей мере психологи промышленные психофизиологи и соответственно уровень этих специалистов должен не допускать использование таких методик непроверенных ненадежных как представлены сейчас на вашем экране тест интеллекта коэффициент интеллекта айзинга это позор для этих самых специалистов которые занимаются такими вещами используют ненадежные невалидные методики ну в общем все на этом наверное я буду заканчивать единственно что я еще вот должен буду получить результаты Ольги вот она пообещала связаться по своей почте связаться с этими психологами получить от нее не психологами айчарами получить от них какие-то результаты что-то они должны написать понятно что они уведомили о том что это все в общем-то конфиденциально но ладно так уж и быть сказала ей айчар что я вам пришлю какой-то результат на почту вот как Ольга свяжется значит с этими людьми получит какие-то результаты возможно это видео получит продолжение но даже в этом видео как мне кажется я изложил обоснованные мысли по поводу использования тех или иных методик диагностики и том позоре тому того гневе который я испытал когда узнал что этот не работающий еще уже столь сто лет тест интеллекта используется до сих пор на бумажке на бумажном носителе значит я еще могу понять компьютерную версию ну вообще этот тест я не могу понять он у меня есть вариантов этих тестов много надо сказать ну вот оригинальный тест у меня есть я в свое время изучал его читал о нем там у меня есть методический материал стимульный материал и так далее и так далее и так далее в лаборатории все это присутствует но мои сотрудники этим не пользуются этим г извините за выражение тем чем пользоваться в современной российской действительности нельзя и Wexler и Raven все это под большим сомнением а уж тут тест интеллекта айзинга это вообще полный крах моих представлений о нормальной и квалифицированной работе специалистов в области человека на этом все благодарю вас за внимание и удачи вам в гене в в Продолжение следует...